Девушки отдыхают 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 А потом, какие-то активистские вещи были. Как ты себя, знаешь, это самое... Я даже не знаю, какое слово ты не подобрал. Как я себя нашла в этот период заточения? Ты себя нашла уже давно учишься? В заточении, я имею в виду, да? Ты знаешь, я в период заточения нашла в себе, например, хозяйку дома. Я первый раз за долгие годы занялась приятным наведением порядков. Я сделала то, что я мечтала сделать лет 15. Что? Мне страшно сказать. Это вообще не моя история. Но я сделала красивый порядок дома. И это такой кайф невероятный. Вы знаешь, все, что горой лежало в течение 10 или больше лет, оно теперь лежит красиво. То есть ты убралась и нашла еще одну комнату, да, я так понимаю? Нет, я выкинула просто две трети вещей. Боже, что... Да, я выкинула, воздуха стало больше, и песни стали писаться легче. Да. То есть на тебя это очень сильно влияет? Раньше как-то, понимаешь, входишь в дом, и оно давит. Ну, как бы нет места, пространство, в котором приснятся песни. Ну, как бы зайдут в голову. А теперь просто сплошной воздух, вдохновение. Я вхожу в дом, и сразу все течет. А почему ты это все выбросила? Есть же известные сайты, есть же гаражные распродажи. Нет, ну я, конечно, не выбросила. Я подарила людям, кому... Да. Ну, то есть я теперь могу огромное количество людей видеть в нарядах в ладсове, да? Нет, Антош, ты не понял. Я не про одежду. В большей степени я не про одежду. Ты пошла, что ли? Я прямо вообще пошла, вплоть до мебели там какой-то. Ты выкинула стенку Прага? Как так? Люди охотились за ним в наше время. Давай опустим подробности, но там было все. Там было все, да. И теперь у тебя простор. Нет, это просто радует тех, чье время настало радоваться от этого. Я ко всем вещам, знаешь, отношусь так, что, ну, как бы они попадают в твою жизнь. Во-первых, они порадовали тех, через кого они пришли в твой дом, да, например. Ты порадовалась, а потом наступает время других людей этому радоваться, если это уже, ну, как бы стало неактуально для тебя. А для кого-то это актуально. Поэтому я нашла всех, кому это актуально. Все рады, счастливы, а у меня пространство для песен. Вот, ну, так. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что через какое-то время это опять наполнится подарками, опять наполнится как бы какими-то артефактами с концертов, с гастролей. Нет, это у меня все есть комната замечательная, волшебная. Наталья Власова существует все-таки. Люди не врут, я помню. Но я все бережно храню. Это по-прежнему диска из 90-х. Я Антон Юрьев, рядышком со мной невероятный, стильный и потрясающий Наталья Власова. Вот так вот. Вот они, аплодисменты звучат, звучат аплодисменты. Спасибо, спасибо. Мне хотелось, можно я вот посмотрели клип, так хочется сказать, Юрочка Волев, спасибо вот за это вдохновение. Мы сейчас как раз в паузе с Антоном обсуждали, что мне так повезло. Большую часть моих клипов сняли режиссеры, которые сами просили снять на это клип. Вот как бы так получилось, что я поняла, что самые классные, самые вдохновенные, самые интересные вещи снимают люди, которые этого сами хотят. Ну то есть никого ты ищешь, там выбираешь, навязываешь им, вот типа послушайте песню, вот она такая хорошая, снимите что-то. А когда к тебе приходит снаружи, да, типа Наташка, давай сделаем, мне так нравится песня, то бесценнее этого, ну это бесценное. Насколько часто такое происходило? Вот у меня с последними клипами со всеми так, вот мы посмотрели Юра Волев, он кстати получил премию РУ-ТВ, вот у вас недавно за лучший клип. Он снял песню «Дали», а после него была работа «Скучаю» Георгия Гаврилова, она по всем рейтингам, ну большой успех очень в интернете имеет, она у вас в эфире, я знаю, была РУ-ТВ, ее тоже сразу взяли. Это такая вдохновенная работа, которая была за 2-3 дня снята, когда люди были готовы все делать бесплатно, понимаешь, то есть когда у людей потребность. Это в России? Ну просто я уточнил, как бы, все готовы делать бесплатно, да? Да, а кстати, когда хотят, когда все готовы делать бесплатно, то больше хочется заплатить. Да, ну и как бы, когда мы… Ну ты перевернула сейчас все взаимоотношения по шоу-бизнесу, потому что если, значит, режиссер отзванивается артистке и говорит, очень хочу снять клип, ну не знаю, конечно, пожалуйста с ним. Нет, ну на самом деле действительно там такая история, что за бюджет скромный получалось видео, которое выглядит очень-очень-очень серьезно, потому что просто люди не брали деньги за то, чему учились всю свою жизнь, потому что им хотелось участвовать. И поэтому половина клипов вот в 90-х годах это все снимал Георгий, потом он уехал в Америку, я почему так долго говорю, большой ему небесный привет, он с нами навсегда, он ушел полгода от нас и драгоценный, талантливый человек. Ну работы-то остались? Да, да, и клип скучаю, а это значит, что люди помнят, ценят и слава богу, говорится, что такая ситуация осталась. Чем сейчас дышит Наталья Власова? Потому что я недавно посмотрел в инстаграме, значит, огромное количество сториз твоего, так сказать, квартирника. Квартирник, я вам тебе объясню просто, значит, квартирник это когда человек там 6-7-8, а когда в квартирник забивается 284 человека вот так вот и говорит, Наташа, я люблю тебя, потому что нормальный клип. Не соскучилась ли ты с этим по стадионам, по концертным залам, по округам? Ну это будет следующий этап. Да, дело в том, что мы с моими музыкантами, просто потрясающие, невероятные, как мне всю жизнь так везет на людей, собрался сейчас коллектив такой обновленный, и мы с ними сделали совершенно новую акустическую программу, которую презентовали на этом, ну, типа квартирники, которые ты видел. И это такой классно звучащий проект, к которому очень давно мы шли, и я это в голове все слышала и мечтала воплотить. В общем, сейчас будем записывать новый концептуальный альбом. Акустический. Акустический, да, на базе вот этого, на этих наработок, которые мы готовили к этому концерту, в общем, будем делать такой крутой продукт. Ну, этот акустический альбом может стать, дай бог, коммерческим, только исходя из твоего имени, поскольку ты же понимаешь, как-то ты... А почему, Антош? Ты знаешь, у меня, знаешь, какая история получается? У меня как-то идет параллельно. Вот то, что я, условно говоря, как автор, там, не знаю, сажусь за рояль, пою, играю, да? Да. И, например, я это выложила в интернет или спела один раз на концерте. Каким-то странным образом... Это уходит на рут? Вот это становится зачастую более популярным, чем то, что звучит с экрана, там, РУ-ТВ с клипом, там, со всякими аранжировками и так далее. Поэтому больше 50% людей, которые приходят на мои концерты, им я нрав... ну, как бы, им... я близка вообще без вот этой всей ерунды, ну, как бы, для них ерунды. Вот. Поэтому этот акустический проект, он как раз в том, что он максимально гармонически не отвлекает от голоса, от смысла, ну, от энергии, вот, первозданной, как песня рождается. Я не знаю, я, наверное, запарила? Нет, вообще не запарила. Понятно вообще, о чем я говорю, да? Для молодого поколения я переведу. Значит, у Власовой такая ситуация. Она садится за рояль или за гитару и делает все без претензий. Понравится? Хорошо. Зайдет вам? Хорошо. Не зайдет? Ну, извините. Это такое классное ощущение. Вот как раз тот концерт, который на днях был. Такая забавная история. В начале у нас так все красиво, свет, звук, значит, и дым, такой романтичный дым на первой песне, как раз акустическая версия песни «Дали», которую вы сейчас смотрели. И от большого количества дыма, в общем, замыкает аппаратура. Ну, то есть просто такие страшные звуки, все замкнуло и все погасло. Я стою вот так на сцене, я понимаю, господи, какой кайф. Вот 21 год назад там в Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый мне на премии вручения золотого граммофона передали микрофон, попросили сказать, и он не работает. Да, да, да. Понимаешь, у меня была истерика на год, наверное. Я считала, что, ну, как бы, вот, большей трагедии в жизни человека не может случиться. В жизни артиста, скажем так. Да, в жизни артиста. Потом с годами я поняла, что это самые кайфные моменты, когда идет вообще все не так. Это то, что больше всего любят и запоминают люди, потому что в этот момент, как бы, к тебе включаются такие вещи, и ты творишь самые классные вещи. Вот у меня по практике так происходит. Так я к чему хотел сказать, Антош? Я так кайфанула, когда все вырубилось, я поняла, что стоит гитара акустическая, стоит рояль. Даже если больше ничего не включится, ну, вот сейчас, вот все перегорело окончательно, я смогу провести концерт, понимаешь? Я в этом вообще не сомневаюсь. Ну, я имею в виду, я сяду и буду без микрофона петь за роялем, и я сяду с акустической гитарой. А в темноте люди будут хлопать, аплодировать, да, это нормально. Знаешь, свет, кстати, не потух. Это нормально, конечно, не потух. Он от тебя исходит, классно, я тебе честно говорю. Ну что, мигают лампочки зеленой красной среди темноты. Вот это диска с 90-х, это телеканал РУ-ТВ. Наталья Власова у нас в гостях. Наташенька. Давай все-таки расскажем историю успеха. С чего началось, как ты проснулась знаменитой, как ты ушла в тень на 20 минут буквально, а потом вернулась обратно. Наташа решила петь. Как, что, где, почему? Так, ну, наверное, все началось вообще в пять лет, когда я шла в городе Приморске с моей мамой. Солнечный город на берегу моря, и двухэтажное здание, открытое от жары окна, и там вот эта какафония, родное сердце. А настраиваются люди? Ну, то есть в одном классе мальчик на пианино играет, в другом на трубе, третий на плетий, вот это когда все одновременно. Грустный мальчик на добое, я понял. Да, и я вот так шла, вот так мы остановились, сказала, мама, хочу туда. И вот я стала... Мама не уточнила, куда именно. Мы туда зашли, я сказала, что пианино это то, что снится мне уже в мои пять лет уже года два, наверное. В общем, мы зашли, я там осталась, это был нулевой класс музыкальной школы. Наверное, тогда все началось. И я, конечно, безраздельно, безраздельно, правильно, любила музыку? Ну, да, беззаговорочно, да, как скажешь, главное, музыка любила. Мама тебя оставила и пошла покупать пианино, да, я так понимаю, домой? Да, ты представляешь, пианино мне купили только в восемь лет, мы достаточно скромно жили, и поэтому до восьми лет я занималась все время в музыкальной школе. То есть я после уроков оставалась и занималась, мне не хотелось уходить. И я вот сейчас, глядя на то, как наши детки занимаются, да, и я понимаю, какое это на самом деле счастье, иметь дело, куда ты сам хочешь ходить, куда тебя не приводят насильно родители. Я согласен, я видел столько детей грустных, которые идут со скрипкой вот куда-то. И даже не со скрипкой, вообще любым делом, да, сейчас как-то, мне кажется, может, я ошибаюсь, но очень много детей не хотят вообще никуда ходить, они хотят в компьютере, в своем мире жить. Да, а ходят, потому что надо, потому что родители доставляют. И это такое счастье, конечно, для ребенка, когда тебя самого несет, ты летишь туда, тебя не надо, тебя еще так приостанавливают, говорят, слушай, ну ты как-то поспокойнее, а ты все, и ты понимаешь, что тебе ничего не нужно. Вот я так занималась, и в восемь лет уже родители поняли, что любовь, она такая беспрецедентная, и что это серьезно. И мне купили рояль, пианино, вернее, «Красный октябрь». Это было счастье. И я пришла из школы, открыла дверь в комнату, и вот залитая солнцем пианино, лакированная бордовая «Красный октябрь». Нет, серьезно, это самое яркое впечатление моего детства, я тебе клянусь. Ну, Туся, а как же кукла, не знаю, мама, я хочу собаку, вот эту, как... То есть отключи пианино. Ты знаешь, у меня как-то куклы... Нет, была одна любимая кукла, а большая кукла, честно говоря, как-то не помню. Видимо, куклы не очень моя тема, я не знаю. Понятно, больше к искусству. Вообще, кстати, я во дворе любила больше с мальчиками носиться, там как-то это все. То есть вот это вот игры там, запеленаем куколку, вот как-то не мое было. Понятно. То есть совмещала плавность рук и здорово, Серега. Да, вот это вот. Да, я помню, как мы по крышам там с мальчишками лазили. В общем, у нас такая тусовка очень была такая активная. Ну, то есть вот это слишком медленно как-то и как-то вот, ну, как-то не эмоционально. То есть мы как-то вот зажигали так хорошо. То есть Стержень волевой был с самого детства разработан. Понятно, понятно. Значит, музыкальная школа, да? Первое твое выступление. Не на табуретке дома за конфеты, а нормальное. Да, нормальное мое выступление. Первое было на сцене Академической капеллы в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. Я играла Шопена на рояле, мне было 9 лет. Это вот, ну, при большой публике, то есть в большом концертном зале. И с этого года каждый день у меня были какие-то победы в городских конкурсах. То есть я пианистка такая, в общем, неплохая была, и все мне говорили, что я могу стать очень... Какие-то значимые конкурсы или играющие медвежонок в 89? Нет, ну это тогда были значимые, наверное. Ну да, с арке... То есть я, как победительница, например, этого городского конкурса, играла с большим взрослым симфоническим оркестром, потом, ну, финал этого конкурса. То есть там в пятом, в шестом классе я... Ну, короче говоря, это было очень интересно, меня тоже никогда не заставляли. И у меня как-то это лайтово очень получалось. Ты понял из дирижеров? Я как бы немного занималась, но как-то офигенно. Я помню дирижера на этом концерте, когда мне было 11 лет, и я победила в этом каком-то большом городском конкурсе. Его звали, это незабываемо, Альгердас Рамуальдевич Паулавичус. Да, да, да. Ты что, знаешь? Два человека было он и Герберт фон Караян. Вот два человека было мощно. Ты же мой дорогой, ты мой земляк. А сейчас мы опять прикоснемся к поп-музыке, дорогие друзья. Это по-прежнему Дискасс 90-х. У нас в гостях 37 килограмм нежнятины настоящей. А вот у нас Наталья Власова в гостях, дорогие друзья. Антош, ну ты меня убил этим видео. Да, да. Мы старались. Да, я думала, что оно только на моем канале на Ютубе. Да. Но оказывается, оно в эфире вашего прекрасного канала. Такая ностальгия. Мы сейчас выяснили, что мы одновременно сольные концерты в Театре Истана 15 лет назад. Но этот концерт, это видео, это как было вчера, понимаешь? Мое было лет 30 лет, а твое как вчера было. Нет, нет, нет. Мы с тобой вот только что спорили. Я все расскажу. Между мной и вот этой девушкой пропасть. Пропасть? Пропасть вообще. Понятно. Я бы делал тебя, я бы тебе станцевал. Я смотрю, как будто вообще другой человек. Вот как мы все меняемся. Теоретически мы могли сейчас провести модное голосование. И если вы считаете, что Натаха изменилась, вот ссылка в описании. Нет, ну как минимум я стала меньше сутулиться. Согласен? Нет. Ну как смотри, да. С высоко поднятой головой идешь по шоу-бизнесу. Я не по шоу-бизнесу. А почему ты не пошла в модельный бизнес, скажи мне? Почему? Ну почему? Ну почему? Каждый должен заниматься своим делом. Хороший вопрос, хороший ответ. Хотя ты знаешь, когда я в 17 лет не понимала, какое мое дело, я, кстати, туда зарулила на несколько месяцев. То есть я в Санкт-Петербурге, в какой-то, я не помню, как она называлась, самая такая, ну такое первое, такое мощное какое-то агентство. Я помню, я как-то туда попала. То есть я где-то полгода работала на каких-то показах, что-то снималась, какую-то рекламу. Ну что-то такое было. Ну и слава богу. Я-то думал, что ты определилась уже в 4 года. Вот, когда ух ты, рояль, да? Ну, я еще в 17 лет, точнее, может, мне даже 16 было, но я еще тогда не поняла, что я буду петь. Ты знаешь, на самом деле у меня какая-то странная история была. Я всегда понимала, что меня тянет в популярную музыку. То есть я понимала, что я не могу быть педагогом... Не классик. Да, я не могу быть педагогом фортепиано, хотя это моя прямая профессия. Я не могу быть концертмейстером, хотя это тоже моя профессия. И я понимала, что я не готова быть концертирующей пианисткой, хотя я могла это сделать. И поэтому меня тянуло чисто эмоционально и как-то... Ну, в общем, туда. Но я еще не понимала, понимаешь, что я могу петь. И когда в 17 лет я сочинила первую песню, как-то все само логично к этому пришло. То есть у меня в 19 лет, когда я написала песню «Я у твоих ног», у меня было полсотни песен. Я сидела просто дома под гитарку, сочиняла. Игрованную гитару, да. Да. И когда я сочинила очередную, на мой взгляд, не отличающую ничем от 49 других песен, просто так получилось, что на следующий день там один мой приятель, он услышал, как я пою, в машине просто там что-то мурлыкал и ехал. Говорит, слушай, у меня мой знакомый, продюсер Юрий Богородицкий в Санкт-Петербурге, ищет людей для нового проекта. Говорит, давай я тебя с ним познакомлю. И мы на следующий день приезжаем в студию, говорит, ну, спой, что у тебя есть песенки, а все же в поиске материала. И очень удобно, что у меня свои песенки, что ничего искать не нужно. Правильно. Я под гитарку... В случае продюсера покупать не нужно. Да, я спела под гитарку песен, там, не знаю, 15-20. Он сказал, вообще отлично, супер, вот прямо сегодня начинаем. И как бы вопрос, типа, с какой начнем? Я говорю, слушай, ну, давайте с этой, я ее вчера только сочинила. То есть я у твоих ног вчера сочинила. И, ну, хорошо, давай. То есть это не было коллегиальным. Давайте вот сейчас решим, вот эта песня сильнее, слабее. Фокус-группу вы не собирали, я так понимаю, да? То есть просто, я говорю, вчера сочинила, давайте с нее. Потому что всегда последняя больше всего как-то вдохновляет. Люди до этого думали, что ты пробивалась с этой песни 28 лет. Ходила, я у твоих ног, падала к продюсерам в ноги, к инвесторам в ноги. Вот я вот, а оказывается, просто вчера сочинила? Да, вчера сочинила, сегодня записали. И, конечно, забавный сейчас до сих пор момент происходит. Многие люди, видя меня сейчас, они не могут вообще понять, у них не сходится. То есть для них они думали, что когда тогда была песня, что мне было, ну, минимум 40. Да. Ну, потому что такая песня. Ты про температуру, да? И про нее тоже. И про нее тоже, да. Наверное, только с температурой можно было написать такой текст. Тебе всегда будет 36,6. Вот на этом. И поэтому у них не сходится. Они думают, что сейчас у меня около 60. Да. И они просто не понимают. В смысле, вот, нет, кто до вас, вообще, кто изначально, вот пел тогда песню «Кто?» Девочка. Вот, то есть не вы же вот, ну, в смысле, я говорю, как, ну, подождите, ну, я всю жизнь пела, никто, кроме меня, кроме ряда артистов, кому я дала, ну, как разовые, там, права исполнить, там, Егор Крит, недавно Оля Бузова, там, на проекте, ну, то есть это разовые. Кто до вас пела эту песню? Егор Крит, да. Слушай, ну, есть даже такие, которые в комментариях, после того, как, например, Егор Крит исполнил, я наткнулась, типа, нет, ну, Егор, конечно, как бы, спел круче, как бы, после Егора не надо было, как бы, касаться вот такой песни, не надо было. Я, на самом деле, такого же мнения придерживаюсь. Прекрасное лето всегда на Мальдивах, вот, а в столице и в России, знаете ли, лето всегда просто потрясающее. Холодное, веселое, доброе, но у нас в эфире нежность, потому что у нас Наталья Власова здесь, и мы продолжаем разговаривать о том, как же она стала поднебесно популярной, коей и остается по сей день. Вот, значит, мы остановились с тобой на том, что ни с того, ни с сего я у твоих ног зазвучала везде. Потому что я вчера сочинила, потому что я вчера сочинила. Больше никаких нету поводов, да. Понятно, и что продюсер сделал дальше? Как радио, телевидение? Потом Алла Пугачева говорит, я хочу эту девочку, пусть она приезжает ко мне. Да, но на самом деле, кстати, если всерьез говорить, что было самой первой версией песни, это была... И ты же всегда в Питере жил, ты должен был слышать. Значит, эта песня появилась... У нас был дуэт «Сладкая парочка». Я и темнокожий молодой человек. Он читал рэп на испанском языке. То есть вот представьте эту же песню, в которой вставки куплетов на испанском языке. И этот дуэт просуществовал месяца 2-3, и он успел во все чарты, ну, то есть «Европа плюс», там вот «Радио Модерн», там, ну, короче, все радиостанции были в Питере, оно везде попало в хит-парады. И это было, конечно, ну, таким, как бы... Я вообще не думала, что так все просто. Ну, как бы вроде песенку вчера сочинила, и раз, ее весь город уже поет. Ну, а люди на улицах уже все стали узнавать, я так понимаю? Да нет, нет, конечно, просто песенка играла, и потом так получилось, что мой Леша Яковель, саунд-продюсер этой песни, который аранжировку сделал, он отправлял в Москву на прослушивание материал своей группы. Ну, у него была группа, коллектив, там, двое человек, и они на прослушивание... Банхель называлась группа. Банхель? Да, да, да. Ты все, откуда ты все? Так ты что, Лешку Яковеля знаешь? Я сугубо википедированный человек, да. Обалдеть. Да, он отправил песню с композиции «Растай». Нет, подожди, подожди, Банхель, это, по-моему, его проект, еще там «Тик-так» у него была группа. «Тик-так» была группа, да. Короче говоря, он отправил песню с 15 треками, где 14 были первых «Не мое», и 15-е «Моя». И продюсер, они Сергею Кальварскому отправляли в Москву. И он услышал эту песню, мне на следующий день позвонил, сказал, я приглашаю вас в Москву и предлагаю контракт. Просто вчера сочинила песню. Ничего себе. Дорогие друзья, те, кто не помнит, кто такой Сергей Кальварский, он же сейчас уже большой человек, реально большой, и для меня что-нибудь десятка, чтобы вы понимали, да, ситуацию. И твой трек выстрелил. И да, и мы сделали из этой песни, там так получилось, что Юра Богородицкий уже не мог проектом заниматься. То есть, соответственно, вырезали рэп вот Селса, этого молодого человека звали, и осталась сольная песня. И вот я приехала с ней в Москву, и уже песня года, золотой граммофон, там вот это все как-то, как-то все так катилось, само собой. Знаешь, я сейчас понимаю, что это, это была в потоке. Ну, понимаешь, да, это был поток, в котором я оказалась на своем месте. Как-то так получилось, что я начала с бессома муча, понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok о том, как бы, да, что позвонила Пугачева и говорит, нужна, сюда! Пугачева позвонила продюсеру моему, Сереже Кальварскому, да, и меня пригласили на рождественские встречи. Это была вторая, получается, песня «На тебя обиделась», которую я там исполнила. Потом была песня «Колкими фразами», когда в закрытом гостином дворе, который еще официально не открылся, мы снимали первый раз в этом пространстве песню «Колкими фразами». Такая любимая песня. Да? Ты не помнишь такую? Помню. «Колкими фразами мой ум ранишь, тонкие лунки цветы даришь». Ну, помнишь, да? Конечно, помню. Помнишь? Это лишний способ заставить тебя спеть в эфире. Вот этот клип я как-то очень любила. А в каком клипе ты нарезала салат экспериментом? А это вот «Рождественские встречи», Алла Борисовна режиссер была, да. А по факту салат-то как бы получился или просто там что-то было? Слушай, были красиво нарезаны овощи под дирижированием Аллы Борисовны Пугачевой, которая сидела снизу под столом и подавала мне в руки то, что надо сейчас резать. Как она все-таки умеет работать? Алла Борисовна бесподобная женщина. Почему после этого не было надписи на гастрольном туре «Арт-центр театра песни Аллы Пугачевой» и «Представляет Наталья Власова»? Почему? Она предлагала что-нибудь тебе? Дальше пойти рука об руку прям вместе, и продюсером будет Алла. Нет, она просто периодически все время присутствовала потом в моей жизни. Приглашала в какие-то проекты. Когда была продюсером «Фабрики звезд», туда меня приглашала. Ну, в какие-то целый ряд съемок. приглашала, я очень рада, что она есть в моей жизни. А что-то для ее репертуара не просила она о себе? Наташа, напиши мне эту песню. Нет, не просила. Я была бы счастлива. Я думаю, что она вообще никого никогда не просит. Ей сами все несут, конечно. Естественно. Она открывает дверь, и тут как-вух, новый модем. Река, река, потекла. Река, река. Я представляю, если мне, я все время всем пишу, друзья, меня не интересуют песни, и мне бы все успеть спеть. У меня у самой 500 лежит, не знаю, когда до них дойдут. Сейчас очень хорошо сказала, мне бы все успеть спеть. Спеть, да, цитатами, да, из собственных песен. Но мне рекой ежедневно прислать материал. Представляешь, что у нее? Дорогие друзья, вы посмотрели клип «Я у твоих ног», и судя по выражению лица Натальи Власовой, сразу же после этого клипа она получила паспорт. Потому что, ну, да, молода, красива, какой ее, в общем-то, и остается. Сейчас я тебе задам энное количество вопросов, которые прислали телезрители, да? Это такой легкий блиц. Можешь отвечать «Да», «Нет», «Не знаю», «Быстро», главное, как бы вообще можешь не думать об этом. А с каким цветом ты себя ассоциируешь? Белый. Какая черта характера тебе нравится в людях? Ирония и юмор. Есть ли у тебя татуировка? Мечтаю, но не сделаю. Хорошо. Веришь ли ты в знаки? Да. Приметы? Нет. Первое, что ты делаешь, когда просыпаешься? Благодарю за этот день. И за то, что нет войны. И за то, что мы можем каждый день решать, как проживать этот день. И просто быть счастливыми каждую минуту. Круто. Море или горы? Море. Розы или ромашки? Розы. Когда ты в последний раз смотрела телевизор? Прям просто тупила в телек? Фильм по приложению дня два назад. А просто телевизор не щелкал. Правильно, правильно. У меня его нету даже. Нету телевизора? Ну, в смысле, нет. Ребят, давайте подарим телевизор. Нет, ну вот это вот, чтобы каналы были, у меня этого нет. Да? Ну, короче, только интернет. У тебя должен появиться телевизор, и там должен быть один телеканал. Называется РУ-ТВ. РУ-ТВ. А вот, потому что ты должна смотреть там свои клипы. Дорогие друзья, сейчас будет обращение Натальи Власовой к электорату, так сказать. Натусь, попрощайся, скажи что-нибудь хорошее, бодрое, вечное, чтобы люди за тобой пошли. Ну что, мои дорогие друзья, куда смотреть? Вот в эту камеру? Я дарю тебе эту камеру. Друзья, спасибо всем, кто провел это время с нами. Я рада чувствовать вас так же, как стоит рядом с потрясающим ведущим Антоном. Друзья, всем вдохновение жить и проживать каждый свой день как последний, и как единственный, и как самый лучший. И самое главное, помните, что только мы сами выбираем, как проживать и с чем проживать наши дни, любви вам, вдохновения. Берегите друг друга и свою жизнь, которую сами создавайте каждый день своими руками. Ой, как хорошо сказала, как великолепно. Дорогие друзья, это телеканал «Отгадай какой». Меня зовут Антон Юрьев. Любви вам, бабла и приключений. А вы еще тут? Господи, хорошие мои. Ну, тогда я вам скажу страшную тайну. У вас все будет потрясающе. У-ху! У-ху!